Добрый день, дорогие друзья! И сегодня речь пойдет о том, как защитить родных, близких, в особенности наших детей, от паразитов, которыми наделены так или иначе наши питомцы. Любим мы их, гладим мы их, но на шерсти наших питомцев могут содержаться достаточно серьезные паразиты, гельминты, глисты. Кроме того, наши животные, которые питаются сырым мясом, например, наша Муся, она ест только сырое мясо, любительница дикая кошка, там могут присутствовать токсоплазмы. И опять-таки, человек, дети подвержены этому заражению. Заболевания страшные, многие лечатся достаточно сложно, виды глистов некоторые устраняются достаточно сложно. Таблетки наносят удары по печени, по почкам. И у детей симптоматика проявляется по-разному. Зачастую мамки жалуются, вот ребенок кашляет, 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 непонятно, ничем вылечить не могут. А потом на повестке дня оказывается, что это паразиты. Я предлагаю познакомиться с вариантом наиболее, ну, для меня кажется, наиболее приемлемым для нашего тела. Для того, чтобы работать с паразитами, убирать их из нашего физического тела. Вот этот сбор, это не мой сбор, это сделала Наумова Елена Викторовна, травница российская. В принципе, он очень простой, мне он просто очень понравился. Он очень простой, мне много, вот смотрите, так я разложу его. У него много разных пакетиков, но если мы начнем смотреть, что это за пакетики, то увидим, что это все растет у нас прямо в огороде или рядом с ним. Или в лесу, да. Караосины. Удивительное средство, оно используется как в антипаразитарном сборе. Его же можно использовать и на стойке кареосины. Из него, из кареосины извлекается очень даже сильный антибиотик, которым можно заменять антибиотик аптечный. Здесь есть лепестки подсолнуха, здесь есть невяник. Вот, казалось бы, гадость такая, которая в огороде заполняет огород, попробую его еще удали. Посмотрите, как хорошо он работает с глистами, его можно использовать. Здесь есть каратерна, здесь есть бархатцы наши любимые. Здесь есть репешок, тертые листья грецкого ореха, здесь есть березовые листья. Здесь есть обязательно таволга, наша любимая таволга. Таволга растет на болотах, возле болот, да, не на болотах. Ее действительно в Белоруссии очень много в период цветения, ее яркие цветы, видны страз направо и налево. Здесь же есть полынь, здесь есть пижма. То есть, здесь есть листья, семена крапивы, здесь есть семена, семя ириса. Достаточно большой сбор, да, достаточно большой сбор. Ну, понимаете, это все есть в природе, какие-то компоненты можно заменять, можно дополнять. Это не значит, что вот этот вот сбор, он единственный на свете и других сборов нет. Но в любом случае, вот приблизительно такой вариант, плюс-минус какие-то травы на замену, можно использовать каким образом. Вот приходит осень, вы это все заготовили за время, вот за летнее время, за весеннее время. Скоро придет весна и можно будет уже заготовкой начинать заниматься. Во всяком случае, кара осина идет с ранней весны на заготовку. Вот, и то же самое с терном. Вот вы все это дело заготовили, приходит осень, берем кофемолку, делаем вот такой намолот. Вот это половина такого сбора, да, так банка получается. Вот этой банки достаточно где-то на 5 человек. По сути дела, вся семья, вот взяв такой антипаразитарный сбор, она может пропить это все. Курс будет идти 20-21 день. Первые 10 дней пьется по пол чайной ложки и запивается водой. Просто не надо не заваривать, ничего в рот и запили водой. И последующие 10 дней по чайной ложке запить водой. И смотрите, такие, казалось бы, страшные болезни, как все виды глистов, как таксоплазмы, как все паразиты, которые, даже лямбли, вся вот эта ерунда, которая может присутствовать в нашем организме. Не буду пугать народ специально грозными терминами и названиями. Но, по сути дела, генеральная уборка нашего тела. Генеральная уборка осуществляется осенью, потом можно будет осуществить такую же уборку весной. Будете смотреть по реакции своего тела, по своему организму. Будете смотреть по реакции тела вашего ребенка, насколько вам это надо. И это комплексная уборка, да? Это полная уборка. И не надо пить разноплановые таблетки, там, от каждого вида глистов. От аскорита одно, там, от лямбли другое. От таксоплазмы там третье. И пошло, и поехало, и поехало. Здесь все в сборе, все натуральное. Не гробит печень, не гробит почки. Почему нет? Ведь это же несложно. Вот на самом деле это все растет прямо вокруг нас. Просто выделить время там какое-то, поинтересоваться тем, что же вы все-таки делаете, зачем же вы все-таки делаете. На самом деле, путешествие в травы и в мир растений – это одно из самых увлекательных путешествий, которые можно придумать. Это настолько интересно, это настолько завораживает, это настолько увлекает. Просто один раз попробуйте. Сделав такой сбор для своей семьи, вы увидите его результаты, как они скажутся на здоровье ваших близких. Ну, а на сегодня все. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Здоровья вам, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok